31 июля отмечается народно-православный праздник «Амельянов день». С этого дня начиналась жаркая пора у хозяек. Они заготавливали варенье и соленье на зиму, топили баню и готовили чудодейственные напитки. А еще наблюдали за погодой. Считалось, какая погода будет в последний день июля, таков и будет последний летний месяц. Подробнее о традициях узнала Любовь Пермякова. С «Амельянова дня» начиналась жаркая пора у хозяек. Они заготавливали варенье и соленье на зиму. Большую часть заготовок составляли дары леса. Как говорили на Руси, «Амельян» пришел, грибов ягод нашел, велит заготавливать. Вот и мы с вами сегодня приготовим варенье, рецептом которого с нами поделится Людмила Ульяновская. Секрет в чем? Ее надо варить не из спелых ягод, а из недозревших, из рохлых, так говорится. И вот мы специально ловим, сможем этот момент, собираем недозрелые ягоды, чтобы получился варенье, чтобы получилось желейное. Даже так? Да. И получается, когда сваришь эти ягоды, сироп, он застывает и становится как желе. И очень вкусное, своеобразное такое варенье. Но кто-то может добавить для вкуса мяты, кто-то кориандра или еще что-то. В гостях у Людмилы Павловны мы узнали не только о секретах правильного варенья, но и традициях изготовления чудодейственного напитка – морса и свежих ягод, который, как считали наши предки, был способен в 10 раз увеличить силы человека. Кстати, восстанавливались с таким напитком после тяжелой поры. Ведь в Амирьянов день на Руси заканчивалась жатва. Заканчивалась жатва. Это, конечно же, в южных регионах в основном. Но так как у нас много здесь тоже поморов сюда приехавших, то они тоже как бы заготавливали в свое время и рожь. И эта традиция у них тоже наблюдалась. То есть по окончании жатвы все орудия труда, которыми пользовались, выкладывались в форме круга, ну как солнца. И приходил священник, который читал специальный молебен, и серпы как бы считались освященными. Затем их несли торжественно в дома. После этого, по словам Валентины Косковой, серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года. А уже после всех приготовлений и обрядов было принято хорошо отдохнуть. Лучшим отдыхом после работы была баня. В этот день было принято париться вениками из полевых цветов или трав. Считалось, что такой обряд снимает всю усталость. Накопившуюся за время жатвы. Баню топили дубовыми дровами. При этом старались найти дрова громобойные. Из дерева, куда ударила молния. Наши предки верили, что жар именно от таких дров имеет огромную целительную силу. А еще в этот день наблюдали за природой. По народным приметам считалось, что какая погода в этот день, такой будет большая часть осени. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова